Добрый вечер! Сегодня в эфире ночного полета знаменитый актер, известный всем и просто легенда Владимир Михайлович Зельдин. Так что вы сможете присоединиться к беседе Андрея Максимова и Владимира Михайловича Зельдина через некоторое время. А сейчас я хочу вам напомнить о рубрике нашего корреспондента Галины Скоробогатовой, которая по традиции рассказывает нам о премьере сегодняшнего дня. И сейчас мы с вами увидим, что произошло в культурной жизни столицы сегодня. Такое можно увидеть нечасто. Это не кинотеатр, не супермодный боевик, не выступление поп-звезды, даже не Майкл Джексон. Это центральный дом художника, что на Крымской набережной. И все эти люди идут на открытие Московского международного художественного салона. Да, это крупнейший ежегодный выставочный проект. Чтобы представить его масштабы, немного цифр. Участвует 16 союзов художников из стран СНГ. Вот азербайджанские мотивы. А это кыргызские. 16 независимых проектов. Один из интереснейших вы видите. Переходу Суворова через Альпы 200 лет. Так он называется. Кстати, памятник стоит в Альпах. Участвует в салоне 25 галерей и 44 персональных авторских экспозиций. Всего около 2000 работ. Впечатляет? Настоящее вавилонское столпотворение. Радости общения, узнавания, восхищения друг другом. Этих людей, приехавших и пришедших сегодня в ЦДХ, могут позавидовать все. Полная свобода изъяснения и воля проявления. Картины можно смотреть как угодно. Хотите? Под классику. Хотите? Под джаз. А можно, но совсем под современную музыку. Галерея «Новый ковчег» придумала такой портрет своего автора. Ему от 32 до 97 лет. Он живописец или график. Живет в Москве, Рязани или Кишиневе. В Иерусалиме или Нью-Йорке. Он добр, но настойчив. У него всегда хорошее настроение. Не правда ли? Симпатичнейший человек. Пока мы бродили по залам, мне вдруг пришла в голову мысль, что не просто так была разрушена Вавилонская башня. Может быть, отдельные ее детали или интерьеры были несколько странны для глаз Господних. Кто его знает? Что еще вам рассказать про этот салон? Мне кажется, что надо собираться всей семьей и на выходные часа на три. Нет, боюсь, не хватит. Часов на пять. В ЦДХ. Испытайте море удовольствия. Добрый вечер. Сегодня вообще такой очень политизированный день. Сегодня очень много говорилось о политике. И я еще больше убедился в том, что мы правильно сделали, что пригласили сегодняшнего гостя Владимира Михайловича Зельдина. Потому что, когда все говорят о политике, то значит, надо говорить о чем-нибудь другом. Единственное, что я хочу добавить, что так получилось совершенно случайно, что Юрий Скуратов, последний, кому он давал интервью перед всей этой историей, это был я. И я подумал, что, может быть, ему захочется быть, чтобы я был первым, кому он рассказывал что-то после этой истории. Так что, если Юрий Скуратов захочет к нам прийти, мы с удовольствием с ним поговорим. Но про политику говорить мы сегодня не будем. И вы знаете, Дмитрий Михайлович, я когда думал, с чего начать беседу с вами, я подумал, что есть один ужасно банальный вопрос. Просто, ну, тошнотворно банальный, но мне ужасно интересно. Вот я вчера спрашивал Веру Глаголеву, как можно родить трех детей и так вот сохраниться. Но как можно, прожив вашу жизнь, не очень простую, и дожив до ваших лет, быть абсолютно молодым? Вы бы видели, как вы сейчас прыгали из одного кресла в другое, когда вас гримировали? Вот в чем тайна? Я пока понял, что вот вы не курите. Вот в этом есть тайна. А в чем еще тайна? Ну, я думаю, что чувство меры во всем. И потом спорт. Я в молодые годы, я занимался спортом. И это зимой лыжи, коньки. Потом, когда взрослел, я даже занимался верховой издой. Вот на улице Воровского, а сейчас Поварская, там раньше это было в 35-м году, видите, какой год, в 35-м году был манеж имени Буденова. И вот в этом манеже я занимался верховой издой. В этой группе занимался Вася Сталин, сыновья Микояна. А там, конечно... С вами вместе были? А? С вами вместе были? Да, да. И проходили мы и вольтажировку, брали припятия. Ну, в общем, все. И я эту школу окончил, я получил диплом Ворошиловского садника. А вот сын Сталина приходил в этот манеж просто так, или его окружало огромное количество охранников? Ничего подобного. Он так приходил. А вы с ним общались? Он приходил, он так, мы с ним разговаривали, он приходил в военной такой форме, в гимнастерке, в фуражке военной, в галифе, в сапогах, такой рыженький, немножко с веснушечками. Похож был? Вот, да, он похож такой. Но он очень... Ему сколько было? Лет 17-18. А он вел себя как сын Сталина? Нет, он очень скромно вел себя. Он очень скромно занимался с нами. Тоже были падения с лошади, все это... А вам не страшно было, вот я знаю, что вас же в свое время, ну, позже, или не позже, вас же забирали на Лубянку ненадолго, правда, один раз. Вам не страшно было общаться с сыном Сталина? Да нет, как-то я об этом не думал, но когда меня туда забирали на Лубянку, это произошло в то время, когда всякие, ну, какие-то острые разговоры на политическую тему, или анекдоты, понимаете, у нас с курса много очень, вдруг исчезало людей, понимаете. И вот однажды был звонок ко мне, вот приглашение, я даже так был в растерянности, по какому поводу, ну, и вот я познакомился с этим учреждением, так называемым. Ну, это мне было 18 лет. И я, значит, выписали пропуск, меня встретили, провели в комнату такую пустую, там такое было окно, длинная комната. А страшно? Да нет, я как-то наивен был, мне не страшно было за решетничное окно, там сидела женщина, машинка, и как входишь так налево, я очень помню хорошо, стол и стул стоял, и другой стул. И вот, значит, я сел, ждал этого следователя. А что вам инкриминировалось? Ношение оружия. Это правда было? Нет. Кто-то сказал, что у меня есть оружие. А вы просто сказали, у меня его нет, вам поверили? Нет, вначале, то есть не поверили, потом мне он, когда я сел, он вошел, он ничего не поздоровался, говорит, кладите на стол оружие. Так, внезапно, резко кладите. Я был растерян, я к этому, я говорю, а у меня никакого оружия нет, он говорит. А потом он говорит, идите, подумайте в коридор, посидите, подумайте, потом мы вас позовем. Ну, опять, ну, потому что мы поедем к вам домой, там, сделаем обыск, мы вам испортим всю жизнь, так сказать, и так далее. Да, 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 все. Ну, видимо, я настолько был, что ли, неподготовлен и наивен, и растерян, то следовательно, на самом деле... Вы просто отпустили и все? Да, нет, там я должен был расписаться, там такая, листочек бумаги, я расписался, и, ну, там, чтобы никому ничего о моем посещении этого учреждения, чтобы не было, и меня отпустили. Давайте послушаем вопрос. Пожалуйста, Женя. Владимир Михайлович, сейчас нам позвонил человек, которому, видимо, столько же лет, сколько было вам, когда вы посещали Лубянку. Сергей, пожалуйста, спрашивайте. Добрый вечер, Владимир Михайлович. Я хотел вам задать вопрос. Меня интересует, как вы относитесь к молодому поколению актеров, и если есть те актеры, которые вам нравятся, расскажите о них поподробнее. Я люблю молодежь, очень люблю молодежь, и на смену нам приходят очень талантливые актеры. И, ну, например, я могу кого-то не назвать, может быть, это будет несправедливо, но того, кого я хорошо знаю. Ну, это, прежде всего, Олег Менщиков. Это очень талантливый актер, очень целеустремленный, очень, я бы сказал, образованный, и, мне кажется, очень интересная личность. Из молодых актеров, если взять тех актеров, которые в нашем театре были, это Саша Домогаров, который много снимается. Он был у нас в театре, много играл. Внешние данные у него прекрасные. Мне кажется, у него в театре Моссовета очень интересно складывает свой творческой жизнь. Я думаю, что он вырастет в очень такую актерскую, яркую индивидуальность. И, ну, я просто по примеру могу назвать вам ту картину, в которой я снимался, и в которой я встретил, ну, молодых актеров. Это Ира Мирошниченко, Ирина Купченко. Ну, вот это тоже самое. Ну, помоложе меня был и Иннокентий Смоктуновский, и Сережа Бондарчук. Видите, какая компания интересная. Я снимался в картине «Дяди Вани» в роли профессора Серебрякова. И режиссер этой картины, Андрон Кончаловский, тоже молодой человек. Совершенно обаятельный. Умеет привлекать к себе людей, умеет работать с актерами. Видите, пледа каких замечательных. А когда-нибудь, о ком-нибудь говорили плохо? Ну, я как-то не помню. И, конечно, я... Хотя я у Никиты Михалкова не снимался, ни в одной картине, я его очень люблю, и с уважением к нему отношусь и как к актеру замечательному, и как к режиссеру. И мне кажется, вот его последний фильм, «Сибирский цирульник», мне кажется, это большое такое кинематографическое событие. В настоящем. Вы знаете, у нас такая есть традиция, такая маленькая, небольшая видеосправка, в которой мы рассказываем о нашем сегодняшнем госте. Сейчас мы посмотрим видеосправку про вас, если вы не возражаете. Пожалуйста. Всем известно, что Владимир Зельдин знаменитый актер, народный артист Советского Союза. Что он играет на сцене Театра Российской Армии уже более 50 лет. Что его дебют в кино состоялся в фильме «Свинарка и пастух». После чего он снимался во множестве кинофильмов. Что Владимир Михайлович лауреат Государственной премии СССР. Наконец, что в спектакле «Учитель танцев» Владимир Михайлович выходил на сцену более тысячи раз. Но мало кто знает, что Владимир Зельдин в детстве мечтал стать танцовщиком. Что он играл в духовом оркестре и работал учеником слесаря. Что историческая личность более всего интересующая артиста Пётр Первый. И, наконец, что жена Владимира Зельдина и Ветта – журналист. Скажите, а вы помните вот тот вечер, когда вы последний раз сыграли учителя танцев? Вот мне кажется, что когда человек играет тысячу раз одну и ту же роль, то, когда это заканчивается, это какое-то такое событие в жизни. Вы знаете, у меня не было такого ощущения, что я играю в последний раз. Я этот спектакль «Учитель танцев» играл в последний раз, в 75-м году, в своё 60-летие, в свой юбилей. И пристали так? Ну, вот такая же редакция, когда была премьера в 46-м году, я ничего там не, так сказать, не вымарывал, не облегчал. Вот так же, мне кажется, даже, может быть, я интереснее и лучше играл, чем на премьере в 46-м году. И у меня не было ощущения, что я играю в последний раз спектакль. Потому что, может быть, это потому, что у меня ещё была энергетика, и не было, что ли, такой, что ли, усталости, или что вот я не смогу двигаться, и так далее. У меня этого не было. Вот объясните, а как можно... Вот я спрошу вас просто, а неужели это не скучно тысячу раз одно и то же? Нет. Как это может быть? Это не скучно. Потому что каждый спектакль находишь какие-то новые краски, потому что всегда в спектакле есть элемент какой-то, вдруг импровизация какой-то, возникающая. Вот опять иду, то же самое. Нет, нет, нет. Какой-то волшебник. Вот у меня такого нет, нет, такого у меня никогда не было. Потому что я к этому спектаклю всегда готовился. Потому что, где нужно танцевать, петь, фехтовать, где нужно после танца говорить диалог, там, монолог и так далее, нужно нарабатывать дыхание, понимаете, или нужно... Ну, за 10 дней до спектакля я занимался там станком, движением. У меня своя была, так сказать, методика. Тысяча спектаклей, это сколько лет? Ну, это где-то около 25 лет. 25 лет, это четверть века. Это перед каждым спектаклем, перед у станка... Да, как же. Ну, а как же балетные актеры? Ну, они балетные, вы же балетные. А вы знаете, меня спрашивали, не когда ты там занят в спектакле, играешь в спектакле, а я спрашиваю, когда вы танцуете в спектакле? Драматического актера, понимаете? Поэтому я понял, что, ну, конечно, ну, танец, техника, я не могу такой техникой обладать, как профессиональные танцоры, большого театра и так далее, даже об этом речи быть не может. Но я брал другим, понимаете ли, внутренней энергетикой и смыслом определенной, направленностью танца к своей партнерше и так далее. Поэтому какие-то огрехи, они не замечались, понимаете? Жень, пожалуйста. Андрей, вы знаете, нам сейчас дозвонила женщина, у которой сразу два интересных вопроса. Я как-то всегда очень радуюсь, когда вообще интересные вопросы люди формулируют. Поэтому давайте вот она сейчас один вопрос задаст, а потом вы сами скажете ей, когда второй. Хорошо? Она преподаватель. Она преподаватель английского, зовут ее Елена. Пожалуйста, Елена. Добрый вечер. Я бы хотела задать первый вопрос такой. Какие существуют приемы запоминания больших театральных ролей, больших текстов, тем более прозаических? Понятно, спасибо. Сейчас ответим, потом второй вопрос. У некоторых бывает природная память. А вот у вас? У меня не природная память, но в театральном училище были специальные такие упражнения, запоминание слов. А потом, когда ты репетируешь, ну, например, застольный период, разбирается пьеса, разбирается роль, потом начинается, что называется, такая, если так назвать, читка ролей. Понимаете, вот в этой читке, вот в этом повторении роль постепенно сама усваивается. Это застольный период. Если застольный период длится две недели или три недели, уже роль где-то, ну, дома, безусловно, работает, читаешь. Вы ходите вот там по кухне, изубрите текст. Нет, да, вот по кухне я не хожу, я сижу на кухне и читаю, не изубрю, читаю текст. Смысл, сцены, ну, поступки героя, в данном случае, в каких он обстоятельствах находится, понимаете, и так далее. Вот этот текст он укладывается там. Тяжелое дело. Пожалуйста, Лена, второй вопрос. Я давно слышала, что многие актёры, прекрасно играющие глубокие, трагические роли, такие как, скажем, короля Лера, в обыденной жизни бывают людьми скловочными, мистительными, в общем, людьми мелкими. Откуда на сцене берётся величие? Она же откуда-то должно произрасти из мелкого человека. Действительно хороший вопрос. Это вот, Андрюш, уточните, я... Вот человек мелкий, неприятный в жизни человек. Вдруг он выходит на сцену и играет короля Лера. Откуда это величие берётся, если в нём вроде бы его нет? Я думаю, что вот... Может, такой пример. Есть люди, даже актёры, в жизни необыкновенно импозантные, красивые, выходят на сцену и вдруг это всё куда-то теряется. Понимаете? А есть люди наоборот. Вот, например, я возьму такой пример. Когда я был ещё молодым актёром в театре МГСПС, там шёл такой спектакль Фурманова Чапаев. И в этом спектакле играли два замечательных актёра. Банин, Василий Васильевич, и Крамов. И вот в жизни Банин вы никогда не скажете, что он может играть этого полководца, этого Чапаева, этого на коне с шашкой, такую рубака и так. Он ходил сутулой, понимаете, такой немножко небольшого роста. А когда он выходил на сцену, когда он одевал костюм, у него висела шашка, папа, он совершенно преображался. Ну вот почему? Вот такая вот природа человеческая. А вот, предположим, на эстраде, вот Ляля Чёрная, с которой я встречался не раз. Вот в последнее время, последнее время, последний, так сказать, её уже уход со сцены, с эстрады, был концерт в Доме литераторов. Я пришёл на концерт с своим партнёром, великолепным актёром, Марком Перцовским. Мы играли отрывок из «Учителя танцев». Я увидел сидящую пожилую женщину в накинутом цыганском платке, костюме. что Ляля Чёрная, здравствуйте, здравствуйте. Вот сидит. В конференции ведёт потом. Ляля Чёрная, на выход. Вот у вас на глазах она совершенно преображается в молодую женщину, идёт на сцену, поёт и танцует. Ну что это, природа такая человеческая. Вы сказали, что я просто не знал этого, что в Москве шёл спектакль Чапаев, а люди... Чапаев, мятеж, Фурманова. Мятеж, бог с ним. А люди, ну Чапаев же это Бабочкин. И как? Люди ходили смотреть спектакль, где был другой Чапаев? А вы знаете, Бабочкин в своё время был в театре МГСПС в сотрудниках, он в массовке там бегал. И я думаю, что он видел исполнение Василия Васильевича Ванина, Крамова. Великолепное исполнение. Он многое у них, так сказать, взял. То есть это было до фильма? Да, до фильма. Это был до фильма, потом фильм позже был. Вы знаете, у нас есть такая традиция, наш корреспондент Света Рюрикова, она записывает вопросы к нашему сегодняшнему гостю в разных местах. Естественно, что вопросы вам мы записывали в театре армии. И причём записывали не только у артистов, артиста тоже будут, а у разных людей. Вот давайте посмотрим первый вопрос, пожалуйста. Владимир Михайлович, вот я уже 20 лет наслаждаюсь в этом театре вашим искусством и вами как личности. И я считаю, что уникальность ваша в том, что вы настолько жизнерадостны от любви и о том, что, в общем-то, вы говорите всегда, что вы почти постоянно влюблены. И вот эта вот загадка вечной влюблённости, вечной новой, обновляющей влюблённости, мне хочется по этому поводу у вас спросить. Вот здесь вот фотографии самых прекрасных женщин, актрис, которые работали и работают в нашем театре. А вот вспомните какой-нибудь эпизод, который был очень короткий, обжигающий по страсти, и который запал вам в душу вот навсегда. А может быть, может быть, это был не один эпизод? Вот, вы знаете, я считаю, что у меня очень счастливая судьба, потому что когда я был молодой, у меня был такой амплуа, когда я окончал театральное училище, мне любим Фланской, народный артист Росфессор, главный художественный руководитель театра МГСПС, он мне сказал, когда давал диплом, Володя, ты, у тебя редкое амплуа, ты лирический любовник. И я... Лирический любовник? Лирический любовник, ну, герой-любовник, лирик, характер актера, инженю и так далее. Есть амплуа, они существуют. И вот, я в молодые годы играл такие роли, когда и коварство любовь, и собака на сцене, и комедия ошибок и так далее, и так далее, мне приходилось объясняться в любви, понимаете? А вы влюблялись при этом в актрису? А как же, конечно, влюблялся, но такое обожание, было, понимаете ли? И я в этой актрисе уже находил какие-то привыкательные черточки. Предположим, ее красивый волос, брови, губы, глаза, фигура и так далее. И это очень помогало. Это очень помогало. И что касается партнерши, у меня были, я считаю, что вот в театре Красной Армии, Советской Армии, Российской Армии, просто мне везло на партнерши. У меня партнерша была, во-первых, покойная Татьяна Павловна, Алексеева, у меня Людмила Ивановна Касаткина, яркая, интересная, индивидуальность, с которой я играл в закон ликурги, учитель танцев. Много лет играл по серии пылковолюбленной с Ларисой Голубкиной. Представляете, какие актрисы? Голубкину еще сегодня не увидим. А скажите, а можно объясняться в любви героине? Вот вы по роли должны объясниться в любви, а актриса вам не нравится. Вот вы глаза, все в нее уже. А вот вы можете при этом ей объясниться в любви на сцене? Конечно могу. А нужно просто представить, вместо нее какой-то то есть она как бы даже не важна. Конечно, конечно, это можно. Понятно, у вас интересная профессия. Пожалуйста, Жень. Как это все интересно. Владимир Михайлович, у нас совершенно неожиданный вопрос. Вы знаете, позвонила женщина, которая не захотела сама говорить в эфир, попросила меня передать, что она предлагает вам сыграть роль Сальвадора Дали в радиоспектакле. Она переводчик с испанского и переводит сейчас книгу Дали. Вот как вы к этому отнесетесь и как вы относитесь вообще к Дали? Ну, это интересно, конечно, положительно, с удовольствием. Вам Дали нравится как художник? Да, конечно, очень. Вы упомянули вашу партнершу Ларису Голубкину. Вот она одна из тех людей, которых мы встретили в Театре армии, которые вам сейчас зададут вопрос. Пожалуйста. Владимир Михайлович, добрый вечер. Как давно мы знакомы? Много лет уже. Я в Театре уже больше 30 лет. Поэтому я не буду вам задавать вопрос, как вы сохранили себя вот таким молодым, прекрасным. Не буду спрашивать об эликсире вот этой вашей тайной молодости. Я все знаю. Я знаю, что вы мало едите, вы не объедаете. Я знаю, что вы совершенно не пьете. Я знаю, что вы не курите. Я знаю, что вы очень много занимаетесь спортом. Я думаю, уверена, что в это лето вы опять поедете на морских лыжах где-нибудь гонять где-нибудь там на Канарских островах. Мне просто очень хотелось бы... Конечно, мы давно не виделись, и я уже как-то даже скучаю без вас. Я вам хочу задать вопрос. один. Как здоровье вашего Бориса Николаевича? Пожалуйста, скажите. Надо объяснить. Да, сейчас возникает паника под Борисом Николаевичем. Речь идет о собаке. Да, моя собака, которую мы с Ветой очень любим, потому что Вета ее нашла, эту собаку, она замерзала, три месяца было. она у нас уже восьмой год живет. Вы понимаете, почему называли собаку? Потому что как-то вот Борис Николаевич, который прошел огонь, воды, медные трубы, который много, так сказать, было по отношению всяких негативных выступлений, там еще в ЦК-партии, когда его увольняли, когда его сняли с горкома партии московской и так далее. И вот мне, потому что я с огромным ожением вожусь к Борису Николаевичу, но вот я просто так как-то взяли, мы решили... Как вы говорите, Борис Николаевич лежать, Борис Николаевич к ноге? Нет, Боря, Боря. Вот тогда вот так его Боря. Ну, это иногда так называемый, а так Боря. Поэтому это абсолютно не... Я с огромным уважением отношусь к своему президенту и знаю, знаком просто с Найносиной, с этой удивительно очаровательной и обаятельной женщиной. Я вообще очень как-то люблю вот этот его клан, его семью. Я среди вот ваших интервью газетных я прочел потрясшее меня ваше определение собак. Вы сказали, что собаки это единственные белые ангелы, оставшиеся человеком на земле. Меня это совершенно поразило. А можно я иногда спрашиваю людей, спросить вас, а чему вы учитесь у вашего Бориса Николаевича? Есть ли что-то? Чему учусь? Какой-то такой... Ну, я сам по натуре человек доброжелательный. У меня собака очень добрая. Она может там палать, но она никогда не укусит никого. Она очень коммуникабельная, дружелюбная, относится к своим маленьким собачкам очень, так сказать, дружелюбно, любовно. и где-то вот вот этот пёс, вот этот непородный пёс, дворняга, она снимает какие-то вот такие иногда стрессовые, негативные настроения, потому что вот такая искренность необыкновенная, вот когда долго не бываешь, приходишь, он тебе бросается, здоровается собой, облизывается, понимаете, это ничем искренность, ничем незаменимая вещь. Жень, пожалуйста. Владимир Михайлович, сейчас вам будет вопрос задавать психолог. Марина, пожалуйста. Алло, Владимир Михайлович, добрый вечер. Вот вы говорили о чувстве меры, которая вам свойственна, но артисты всё-таки живут эмоциями по большей части. Скажите, пожалуйста, вот у вас было какое-то потрясение в жизни, которое вы могли сказать, что оно самое большое ваше потрясение. Вот с чем оно связано? Спасибо большое. До свидания. Потрясение, конечно, было. У меня ещё потрясение, вернее, для меня драма была большая. Когда мне было 12 лет, когда я поступал в хореографическое училище Большого театра и хотел стать танцовщиком, и меня не приняли. Сказали, что, ну, мы вас примем, но вы будете плестись в хвосте, потому что у вас плохое сердце. Вот это для меня была такая первая драма. Я несколько дней не мог, так сказать, прийти в себя, но я потом узнал о том, что папа, отец мой, очень категорически не хотел, чтобы я поступил в это хореографическое училище Большого театра, ну, и все, сделал так, чтобы меня не взяли. Это первое. А потом, вот, что ли, драма, это не то, что драма, это потеря близких людей, понимаете, с которыми связана и жизнь, и творчество, и какие-то прошлые, такие дружеские взаимоотношения, потому что я вот, что называется, живу у меня долгой жизнью, вот какой-то ангел-хранитель, который меня охраняет от всего и вся. А в творчестве, вы понимаете, если актер играет роль, вот, вдохновение, в ударе, говорят, актер, но он же не может быть каждый раз в ударе, каждый раз вдохновение, каждый раз, так сказать, не хватит ни сил, ни здоровья, ни сердца, ничего, поэтому вот здесь существует актерская техника, которая вот в каких-то таких вещах идет на помощь, вот, подменяет вот это вот вдохновение, подменяет какую-то такую, что ли, определенное творческое такое настроение, когда его вдруг, ну, по каким-то причинам нету. Вы знаете, я вот говорил, что я читал беседы с вами в разных я прочел такую цитату из вас, я сейчас ее воспроизведу, я вижу, как в людях постепенно исчезают элементарная нравственность, порядочность, добрые отношения друг к другу. Вот это, мне кажется, очень страшные слова, и они говорят о том, что люди, что ли, становятся все хуже, вот, если верить этим словам, то получается, что люди становятся все хуже и хуже. Я думаю, что мне кажется, что хороших людей меньше сейчас, чем плохих. Это не только вот в нашем отечестве. И вот даже взять, предположим, мою профессию, вот то, что я говорил, у меня какое-то определенное отношение, нежности, теплоты, влюбленности к женщине, потому что женщина, как мне учитель еще мой говорил, женщина уже имеет преимущество перед мужчиной, только потому, что она женщина. Представляете? А Иосиф Бродский сказал, когда у него спросил, что такое женщина, он сказал, женщина – это чудо природы. Поэтому, как вам сказать, вот сейчас вот такое, такого рыцарского отношения, такого настоящего, даже, я уже не говорю, а уступить дорогу, место, или помочь, или, вы понимаете, вот у меня всегда такое чувство, я как-то себя так приучил, а вот, если бы это была моя мама, а если бы это была моя сестра, которую я очень люблю, понимаете? А почему так? Вот к другим людям. Почему это исчезает? Исчезает, потому что, мне кажется, вот сама жизнь, вот такая, вот такая жестокая жизнь, которая граничит с таким беспределом, и, мне кажется, еще потому, что должна, должна быть, мне кажется, вот порядок, сильная власть должна быть, которую бы боялись. А что, если будет сильная власть, то будет рыцарство? Нет, не обязательно тоталитарная там власть. Нет, понятно, но хорошо, но вот хорошая власть, и появляется рыцарство сразу? Появится порядок, потом появится и какое-то несколько иное отношение к людям. Хорошо люди начнут жить. Ну, вот, почему? Ну, это же ужасно. Когда мы все время слышим, у учителя не получают зарплату, у врачей не получают зарплату, включают свет, гибнут люди на операционном столе. Понимаете? Ну, как это может быть? Ну, вам кажется, что когда жизнь организуется, то и отношения улучшатся между собой? Безусловно. Безусловно. Мне кажется, это имеет огромное влияние. Это взаимосвязано между собой. Жень, пожалуйста. Ольга Викторовна, бухгалтер, нам дозвонилась. Она хочет продолжить тему плохих и хороших людей. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Владимир Михайлович. Добрый вечер. Как вы относитесь к своему персонажу в фильме «Десять негритят». И как вы думаете, может ли судья судить мне закона? Этот персонаж как раз судья был, да? Да, да, да. Ну, там такой страшный человек. Ну, да я закон вообще-то не знаю. Вообще мы не знаем по-настоящему законы. Своих прав мы не знаем. А что касается этого суди, то он судил судил людей, которые совершили преступления и не получили за эти преступления соответствующие наказания. Это уже так явные преступления, понимаете, уже. И поэтому он их собирает всех на остров и сам так сказать наказывает. Это то, что даже у нас сплошь и рядом преступления оказываются безнаказанными. Он сам наказывает. А потом он сам кончает жизнь самоубийством. Вы к нему относитесь хорошо? Я хорошо. А я к тем персонажам, к которым я играю, я отношусь очень хорошо. Иначе я бы их не смог сыграть. Я их должен оправдывать и любить, какие бы они ни были. Потому что у меня тогда, я когда видел первый раз этот фильм Говорухина, мне показалось, что это очень страшный человек. Вообще человек, который может так все придумать. Таких симпатичных людей, там такие хорошие артисты, милых людей. А какова наша жизнь? Это не страшная? Наша жизнь не страшная, нет? Она, мне кажется, разная, но бывает и хорошая. А недавно мне Лариса, вот я встречал меня, я говорю, это у Коли Фоменко угнали машину. Как? Так, у него в машине сидел шофер в машине. Влезли туда два бандита с этими масками, приставили им пистолет, выкинули его из машины и уехали. Нет, ну, наверное... В наше время. Ну, наверное, когда на Лубянку звали, тоже было плохо. Плохо, конечно, но это совершенно другое. И так страшно, и так страшно. Это другое, потому что все-таки власть-то должна быть, я же должен... Я же не защищенный, вы не защищены, то же самое. Это правда. Давайте посмотрим, у нас есть еще третий видео вопрос из вашего театра, от человека, которого вы встречаете, вот как ходите в театр, сразу первым видео, это вахтер театра. Пожалуйста. Владимир Михайлович, очень хочется отметить ваше внимание к нашему коллективу. Вы каждый раз, приходя в театр, как-то оригинально приветствуйте нас по-доброму, приятно всегда с вами встретиться и пообщаться. Хочется задать вам вопрос, как удается вам оставаться таким оригинальным, внимательным коллективу нашей службы? Ну, во-первых, я люблю свой коллектив и тех людей, с которыми я работаю, когда я прихожу в театр, первое, когда я встречаю, это вахтеры, а для меня не существует какой-то разницы вахтер, актер, занимающий какое-то там положение, или там начальника, главного режиссера, для меня прежде всего человек. Вы с актером и с главным режиссером общаетесь одинаково? Абсолютно. Абсолютно. Для меня человек. Потому что мне кажется, наша беда в том, что наши высокопоставленные правители не думают о людях, понимаете? Не думают, это вот самая главная беда в жизни. Нужно думать о людях. Взять, предположим, премьер. Ну, это уже политика, не буду говорить. Давайте послушаем вопрос, который вам задают зрители, чтобы успеть на него ответить. Пожалуйста, Жень. Владимир Михайлович, нам сейчас позвонила Наталья Александровна Птушко, режиссер с Мосфильма, которая знает вас с 42-го года. Давайте ее послушаем. Пожалуйста. Говорите, Наталья Александровна. Солоденько, дорогой, я рада видеть вас. Люблю всегда, всегда, с самого 42-го года, и вспоминайте, Алма-Ату, наши годы, вас, лауреатник наш, наша Алла-Тау, и всегда девчонки мне завидовали, потому что все были влюблены в вас. Я преклоняюсь перед вашим мастерством, перед тем, что вы всегда остаетесь наверху. Вы гражданин с большой буквы. И я восхищаюсь, я желаю вам больших творческих успехов и дальше. Скажите, какие у вас есть планы на наш несчастный кинематограф и театр? Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Под конец, короче, спасибо за добрые слова. Ну, какие планы? Планы, о них как-то говорить не так просто, потому что, ну, вот у меня есть такая вот мечта, но я не знаю, смогу ли я ее осуществить, все-таки где-то в новой редакции восстановить, сделать учитель танцев. там прекрасная музыка, прекрасный был спектакль и так далее, и так далее. И потом у меня такая мечта, есть такое замечательное произведение Юрия Олеши, «Альдебаран». Это название звезды. Это, в общем, о любви. Любви все возраста покорны. И мне хочется вот осуществить, сделать вот такой телевизионный фильм. Вот после вас учитель танцев играл Чеханков. А сейчас есть артист, который это сможет сделать? Вот, кстати, Федор Яков Чеханков очень одаренный, целеустремленный, очень, как вам сказать, одержимый такой человек, влюбленный в театр. Мне кажется, вот благодаря этим качествам, его такому желанию, невистовому желанию он вошел в этот спектакль. Нету, вот как-то не могу найти. Ну, вы знаете, я хочу пожелать всем нашим зрителям, чтобы даже до ваших сидин у них был такой темперамент, чтобы столько было еще планов. Дай бог, чтобы вам, я хочу сказать, что все эти планы осуществились. И если вот наш такой скромный набор разных блокнотиков программы «Времечка» и ручки программы «Времечка» вам поможет в осуществлении этих планов, то мы будем счастливы. Спасибо. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Я сейчас должен сказать, что у нас будет завтра, потому что завтра у нас будет такой не совсем обычный эфир. Завтра будет эфир, в который пойдет записи, и человек, которым я буду разговаривать, может быть, его имя так широко неизвестно, как, например, ваш или многих сидящих здесь людей. Но, тем не менее, это чрезвычайно достойный человек. Его зовут Давид Карасик. Это человек, телевизионный режиссер, очень известный ленинградский телевизионный режиссер, которому недавно исполнилось 80 лет. И это был действительно такой вселенинградский, вссанкт-петербургский праздник. Это человек, который поставил более 100 спектаклей. Это огромная совершенно цифра телевизионных и обычных таких спектаклей, которые идут на сцене. Кроме этого, ученики Давида Карасика работают сейчас буквально на всех каналах. Везде есть люди, которые у него учились. Это человек очень мудрый, интересный, как мне кажется. и мы ездили специально в Ленинград, записывали с ним беседу и завтра эту беседу вы сможете увидеть. Я думаю, что и вам это, наверное, будет не безинтересно, потому что он действительно очень мудро и интересно формулирует. Потом человек прожил 80 лет, и вы понимаете, как и вам ему есть о чем рассказать. На этом я, ведущий Андрей Максимов, с вами прощаюсь, а Женя рассказывает с каждым еще несколько слов. Субтитры сделал DimaTorzok